Итак, мы переходим к следующей небольшой части. Я не знаю, будет ли она каждый раз, но я попытаюсь сегодня это сделать. А у вас будет... Я хочу дать вам возможность. А возможность следующая. Выучить еще один язык. Потому что университетское образование – это образование полиязыковое. Необходимо знать несколько языков. И я сейчас прочитаю ту же лекцию, ну буквально за 5 минут, очень кратко, на другом языке. И если вы... Она будет краткая, то есть информацию я буду давать прям, ну, прям только ключевые слова. Если кто-то из вас захочет на зачете, например, вот эту тему, Роман Георгиевич, я буду на этом языке. Я выслушаю на этом языке. Ну, то есть все. Нет, на том, на котором я сейчас вам прочитаю. На любом... Это я через 3 года, когда я начал один язык, потом потом второй, проговорю третий и так далее. В этом году я выбрал украинскую мову. Назва сегодняшней темы – это держава. 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 Да. Дякую. Що таке Баткевщина. Ця Баткевщина отечеству есть. Так, дякую. И что такое? Третье слово? Краина. Краина. Да, да. Ага. Так. Географическое язык. Да, это верно. В этой теме есть четыре вопроса. Первое вопрос. Это походление. Это походление страны. Второе вопрос. Детящее вопрос. Это первое походление страны. Второе понятие страны. Третье вопрос. Экции страны. И четвертое. Это формы страны. Первое вопрос. Есть шесть теорий походления страны. Это классная теория. Это теологическая теория. Это патриархальная теория. Есть теория насильства. Есть теория договора. Договорная теория. Есть психологическая теория. Это первое вопрос. Второе вопрос. Это понятие. Понятие государства. Это политико-теориториальная организація публичной володи. Это патриархи. Волода. Это… Третье вопрос. Это функции. Да. Есть три признаки. Это три, скажем. Ознаки. Ознаки держави – это территория, население и суверенитет. Функции держави. Первая функция – внутренняя и внутренняя. Внутренняя функция – это экономическая функция, социальная функция и фискальная функция по податке. И внешняя функция – это кордоны, впливы и идентичность. И четвертое вопрос – это формы государства. Они складаются из форм правления, формы государственного строя и политического режима. Формы правления – монархия и республика. Формы государственного строя – унитарная и федеративная. Это старогрецкая мова. И есть политический режим – это демократичный и тоталитарный режим. Да, достаточно. Прошу, вопрос. Так. Чи я могу задать вопрос украинской? Так. Прошу. Почему Россия, если у нее есть федерация, не может попросить институцию в унитарный склад? Какой склад? Унитарный. Она хочет и есть, и быть струнковой. Я звоню. Прошу, еще вопросы. Ну, нет, так нет. И переходим мы к следующему, последней. Последней, это у нас небольшой тренинг. Да, мы успеваем как раз делать. Я прошу каждого из вас записать ответ на следующий мой вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok